Are you all ready for this? Приветствую! Кто помнит, у меня на канале уходило видео про самое лучшее упражнение для выносливощей. Это было Бёрпи. Я понимаю, что была моя вина, потому что у меня была неправильная техника. У меня была техника от пола, то есть руки на полу, а эта техника, она очень опасна для здоровья. Сейчас всё расскажу подробно. Да, Бёрпи – это лучшее упражнение для того, чтобы прокачать мышцу сердца, укрепить свои лёгкие, а также некоторые мышцы, например, спины, поясницы, как раз вот икры, руки. Это если делать отжимания, если не делать отжимания, то будет очень маленькая нагрузка на тело, и то, что вы делаете, это всё бессмысленно. Тело так сильнее не станет. Если делать Бёрпи с отжиманием, то есть вероятность того, что ваше тело укрепится, потому что оно больше всего устает. Но передышку большую тоже делать не нужно. Так в чём же опасно Бёрпи, когда мы делаем технику от пола? Внимание! Мы из положения полуприседа встаем в планку. Так делают все начинающие спортсмены и даже не представляют, какую-то опасность ведёт на поясницу. Опять вернулись в присед. Наша спина почувствовала перенагрузку. И может быть такое, что она наконец сорвётся. Не дай бог, конечно. Но такие случаи явно бывают. Раз есть такая информация, то что делать именно нужно не от пола, а от чего, сейчас всё вам расскажу. И расскажу, почему Бёрпи нельзя делать каждый день. У меня есть специальный кубик. Это не реклама специально. Чтобы вам доказать, что это не реклама, я вот этой стороной положу. Именно мы опираемся телом, именно руками, вот на этот блок. Это будет очень безопасный Бёрпи. Вот, смотрим. Самое главное сделать отжимание. И самое главное сделать прыжок. Это очень полезное упражнение, как я вам говорил, но, внимание, это упражнение нельзя делать каждый день. Если делать Бёрпи каждый день, то наши мышцы будут переутомляться. И то есть на восстановление будет выделено очень много времени. И вот если ещё каждый день так делать, то мышцы, они ещё сильнее будут просить у вас времени для восстановления. И вот смысл того, что вы качаетесь при этом и делаете Бёрпи каждый день, то смысла нет так делать. Лучше слушаться своё тело, слушать то, что оно говорит, и хотя бы делать хоть какую-то паузу между днями. Надеюсь, вам было очень интересно. Это была очень полезная информация. И вскоре выйдет очень женское видео. Можно ли заниматься спортом? Какие упражнения можно делать при менструации? Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok